DIGMA 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 VOX A10 3G Hard Reset У него есть два меню Чтобы попасть в китайское меню Тут притрум вообще процессор И мы его попозже прошьем, в этом же видео будет В меню китайское Питание зажать на секунду 2 и следом минус Экран загорится, питание бросить Минус держать, пока не появится меню китайское Оно может быть на китайском, может быть на английском Без разницы Если на китайском выбирать там последнюю строчку Это Pomp Factory Reset Но лучше не пользоваться, лучше классическим рекавери пользоваться А в рекавери вот так попадать Питание на секунду 2 и следом плюс Питание на секунду 2 и следом плюс Экран загорелся, питание бросили А плюс продолжаем держать То есть питание вы даете толчок И после этого через пару секунд зажимаете плюс Держим долго От прошивки, от памяти многое зависит Можно держать и пару секунд Включится рекавери, а можно и минуту держать Только тогда рекавери включится Ну я отчитываю обычно максимум 10-15 секунд и бросаю Он должен включить мне рекавери Сейчас вот здесь какая-то строчка должна загореться Потом зеленый робот Вот я уже вижу Если дальше пускать не будет, будет гореть, например, зеленый робот И не пускать дальше А может просить, например, там надпись команды нет Это система от случайного зажатия клавиш Это как бы чтобы вы в кармане свои данные не бахнули Чтобы попасть дальше Опускаетесь вниз до строчки Вайп дата фактори резет И нажимаете вверх Если вверх не срабатывает, то питание Он спрашивает да, нет Я сейчас выберу строчку нет Потому что я буду его пробовать шить А вы выбираете да После этого он у вас начинает делать сброс Здесь внизу побегут строчки И последняя строчка будет дата веб-комплит Это будет означать успешное окончание сброса А после этого он у вас перекинет в самой рекавери С которого вы начали И выбираете первую строчку Ребут систем нау У меня вот сыпятся ошибки Мы будем пробовать ее шить Со слов клиента То, как он все описывает Что периодически залипание, осыпание приложений Крахи какие-то Это обычно память на них Но мы все равно попробуем прошить Я вам хотя бы покажу, где я беру прошивку Прошивальчик И саму инструкцию по прошивке Буду надеяться Что кому-то это видео поможет Еще на что надо обратить внимание Смотрите Android У нас Android 6.0 Версию Android смотрите обязательно На Android 5.1 и выше Перед любыми сбросами и прошивками Вам необходимо выходить из учетной записи Google Меню настройки аккаунта Выбрать гуглскую учетную запись В правом верхнем углу кнопку с тремя точками И долить аккаунт Если вы этого не сделаете после сброса Либо прошивки Он будет просить старую учетную запись И пароль от нее На канале есть по листу РП Google Возможно там найдете решение Но лучше с этим не связываться По аппаратам на спритруме Есть офигенное видео Через специальную универсальную программу Также видео есть в по листе ФРП Что-то универсальный способ для спритрума Что-то такое называется Вам вот здесь Вам тоже надо будет попасть в рекавери По этому способу Как раз двух зайцев мы убьем И выбрать вот здесь вторую строчку Где написано Ребут-то бутлоадер Ее убираете Кнопка питания И попадаете в режим бутлоадера Он у вас перейдет в этот режим И с помощью той программулины Вы сможете его разблокировать Также его можно разблокировать Через меню Если знаете какие-то обходы Но по большей части В новом андроиде Уже все пофиксили Все вот эти вот Дыры в безопасности Патчами для безопасности Их фиксят производители Потому что они также точно Смотрят YouTube и так далее Либо можно с полным форматированием Заливка обратно И мэйв его очистить ФРП блокировка уйдет Но лучше с этим не связываться Повторяю Также помню Что все эти действия Можно делать исключительно Со своим аппаратом Все эти деяния С краденными Найденными воронными устройствами Это уголовно наказуемые деяния Лучше с этим не связываться А если вы делаете это за деньги То вы должны у человека Брать документы Подтверждающие факт покупки Аппарат также При хард-трезете И при прошивке Должен быть заряжен И не дай бог Сдохнет батарейка Можно его окирпичить И помню Что все данные У меня на этот аппарат Больших надежд нету Так я ему выберу Поверов Пусть он у меня выключается Больших надежд нет Потому что у него Сыпется куча ошибок И по описанию оператора Хозяина Это память Но я все равно его попрошу Хотя бы вам Основу основ На нем покажу Ну по хард-трезету все Теперь идем к компьютеру Итак значит Дигма Сервисный центр Моя папка заветная Как-нибудь про нее я расскажу И так Сейчас меня что-то отвлекает Тут вайбером Значит Дигма Вот так выглядит Их не фтпшник Ссылку не просите В описании Не могу оставить Сейчас ютуб активно Имеет за ссылки И в описании И в комментарии Переписывайте с экрана ddixlab.com Паблик Дигма Выбираем Смартфон Выбираем нашу модель Так не надо ничего переводить Так у меня это Не фокс У меня это Вокс Интересно что значит Слово вокс Так Вокс А10 Вокс А10 Выбираем И выбираем Самую свежую прошивку Семнадцатый год Седьмой месяц Второй день Второе июля Качаем ее Я ее естественно Уже скачал И скачу Но я ее сейчас Распакую И положу В корень диска С Значит в корень диска С Создаем папку Без русских букв Без пробелов Пусть у меня будет папка Е-мое Какой дряни только нету Папку 3 И в папку 3 Я положу скачанную Мною прошивку Так интересно А куда она скачалась Вот она у меня скачалась Прошивка Это пак файл Теперь Извлекаем Пусть извлекается Я не нашел тут Прошивальщик И не нашел тут драйверов Либо качаете По ссылке Записание Мой архив Либо также ищите Где-то здесь на Дигме Ну что-то я Нифига не нашел Но наверняка есть Отдельный раздел По программам у них Но мне искать лень Я пользуюсь одним и тем же У меня есть И драйвера И Прошивальщик Upgrade Downloader Значит по драйверам Что я хотел сказать По ссылке в описании Можете найти видео Как отключить проверку Цифровой подписи драйверов Если вдруг драйвера не ставятся А драйвера выглядят вот так У меня есть вот папочка Примерная Я вам покажу У вас тоже примерно Так это будет выглядеть Спритрум И вот драйвера В архиве Автоустановщик Выбирайте битность Своей системы У меня на 64-битной Нажимаете Как обычно Программу ставите Везде далее-далее Совсем соглашаетесь Если драйвер не ставится Как уже говорил Отключаете проверку Цифровой подписи драйверов Как на видео В описании Отключили Дрова поставили Без драйвера Вообще ничего не происходить Не будет Не надейтесь Поэтому драйвера Архи важны Дальше Запускаете программу У меня это будет программа Upgrade Download Я не помню Какая у меня версия А 2.9 у меня Но сейчас уже есть 3.20 Если сейчас Эта дичь не будет Его шить То я Поставлю Не поставлю А более свежую программу Возьму Но скорее всего Будет ровно Сделал вам весь экран Чтобы вам видно было Шестеренка в левом верхнем углу Идем в папку 3 в корн дискоц Либо туда Куда вы положили Выбираем нашу модель Ждем пока Вот здесь добежит полоска Да все Она уже приняла То есть можно Не изощряться А так вообще Надо программу Уже и посвежее Конечно использовать Что-то не знаю Давно я не использовал Вижу прописанную здесь Свою прошивку Вышел из аккаунта Google Если есть такая возможность У меня То он трупешник По факту Нажимаю старт Теперь Есть важный момент Значит Телефон К компьютеру Может подключаться С зажатой клавишей Может без Иногда используется Отдельный кабель Я как-то его показывал В каком-то видео Для прошивки аппарата У нас при труме Но на этом аппарате Мы попробуем Минус зажать И выключенном состоянии Подцепить компьютер Если драйвера Ставят правильно Вот здесь у нас Побегут строчки Я вам показывать не буду Смысла это никакого Вообще не имеет Я втыкаю кабель В компьютер Зажимаю на телефоне Кнопку громкости вниз Выключенном состоянии Естественно И жду чуда Так он у меня увиделся Ждем Он должен переключиться И я жму минус Держу все еще время Пока не будет систем шиться Вот он у меня попытался Сделать репортишнс Что говорит о том Что либо к памяти Нет доступа Либо память повреждена В этом моменте Он должен переразметить Мою память Репортишнс Делать И начать заливать прошивку Чего он Скотина не делает Я его отключаю Попробую Еще разок Но с кнопкой громкости Вверх Такое бывает Редко конечно Потому что такое помогает Так вот я с кнопкой громкости Вверх его подключаю И жду до репортишнс Дойдет он у меня И фиг Да Ни плюс ни минус Ничего не помогает Что в настройках у нас есть Опция репортишнс Вот убрать бы отсюда галочку И попробовать его прошить Да конечно Не тот результат Который я вам хотел показать Включаться начал Скотина Вот Но хотя бы я показал Где взять прошивку Сейчас он у меня с кнопкой громкости Вверх почему-то подключается А с минусом больше не подключается Но это уже так Эксперименты Я уже Для меня это очевидно Что с микросхемой памяти У него какая-то Какая-то беда И вот на этом этапе Erase all Erasing flash Он скорее всего Нас либо зависнет Вообще надолго Либо добьет Окончательно аппарат Ну нам его не жалко Потому что риск На него подписан Ладно Не буду я вас больше мучить В общем Это уже в качестве эксперимента Было показано Вы дожидаетесь Финиш Здесь будет пэссет Либо наоборот Здесь финиш Здесь пэссет Стоп нажимаете Отключаете телефон От компьютера Включаете И пробуете им пользоваться Так вот примерно Эта процедура происходит Отстану я от вас В общем Все самое интересное Важное и полезное С моего канала Вот ошибка Опять на стадии Репортишнс Такая беда Все самое интересное Важное и полезное С моего канала В полиции полезное Попасть можно На главную страницу канала Мы сейчас пойдем Пробовать ему память Подыскивать Можно ли на нем Память махнуть Вы вступайте В нашу группу Вконтакте Ставьте лайк Под видео И подписывайтесь На канал Субтитры сделал DimaTorzok